Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Алёна Романова и продолжаем читать Эммануила Валерустайна. Сегодня у нас довольно-таки большой объём нужно сделать, объём мира. Мир, стабильность и законность с 90-го по 25-е или же 50-е годы. Здесь он вводит Кондратьевский цикл. Что это такое, вы можете загуглить. Когда такие периоды заканчиваются, он имеет в виду как эпоха СССР, когда бывшая господствующая держава вновь становится просто одной из ведущих стран наряду с остальными, даже если в течение какого-то периода она ещё продолжает сохранять превосходство над ними в военном отношении, произошедшие изменения, очевидно, сопровождаются снижением уровня стабильности и, соответственно, уровня законности. Это предполагает и состояние менее прочного мира. В этом смысле нынешний период, следующий за временем гегемонии США, по сути дела, ничем не отличается от того, который следовал за окончанием британского владычества в середине XIX века или голландского владычества в середине XVII века. Динамика развития на протяжении ближайшей половины столетия или около того, возможно, в гораздо большей степени чревата новыми чертами великого мирового хаоса. Геополитические реалии и межгосударственные системы основаны не исключительно, и даже не в первую очередь, на военном раппорте форс, это означает распределение силы, между привилегированными суверенными государствами, которые мы называем великими державами, теми странами, которые достаточно великие и богатые, чтобы иметь необходимые налоговые поступления для развития серьезного военного потенциала. Капиталистическая экономика представляет собой систему иерархического неравенства распределения, основанную на концентрации определенных типов производства, сравнительно манипуляризированного и только высокоприбыльного производства в определенных ограниченных зонах, которые именно в силу этого становятся центрами наиболее высокого накопления капитала. Механизмы изменений носят циклический характер, при котором основное значение имеет два цикла. И вот мы приходим к Кондратьевскому циклу. Значит, продолжительность цикла Кондратьева составляет около 50-60 лет. Фаза А цикла в основном приходится на тот период, на протяжении которого наиболее крупные экономические монополии защищены от конкурентов. Фаза Б Кондратьевского цикла представляет собой период географического перемещения производства тех монополий, потенциал которых истощается, а также период борьбы за контроль над новыми перспективными монополиями. Более длительные циклы господства характеризуются борьбой между двумя крупными государствами за то, чтобы стать преемником бывшей господствующей державы через превращение в основной центр накопления капитала. Это длительный процесс, который в итоге ведет к наращиванию военного потенциала для того, чтобы одержать победу в тридцатилетней войне. Капиталистическая мир экономики оказалась достаточно жизнестойкой при самых разных исторических системах. Вот она уже на протяжении 500 лет процветает для исторической системы, это немалый срок. Но развитие системы имеет не только циклы, внимание, но и основные тенденции, всегда углубляющие противоречия. Наступает такой момент, когда противоречия становятся настолько острыми, что начинает приводить к всё более и более значительным отклонениям. На языке новой науки это означает наступление хаоса или резкого снижения тех параметров, которые можно объяснить, исходя из детерминистских уравнений, что в свою очередь ведёт к бифуркациям, наличие которых, очевидно, но контуры которых непредсказуемы по самой природе. На этой основе возникает новый системный порядок. Бифуркация — это одного учёного термин, который говорил, что ты доходишь до какой-то определённой точки и дальше река уже как бы здесь не может течь и надо обязательно находить новый поток. Хотя цикл господства значительно более продолжительный, чем цикл Кондратьева, изменение цикла господства совпадает с изменением цикла Кондратьева. Хотя, конечно, не с каждым из них. В данном случае такое изменение пришлось на период 1967-1973 года. Явления, которые сопровождали обычную фазу Б-цикла по Кондратьеву, следующие — замедление роста производства, возможность снижения мирового производства на душу населения, увеличение уровня безработицы и трудящихся, получающих заработную плату, относительные сдвиги от производственной деятельности к финансовым операциям в центрах получения прибыли, рост государственной задолженности, перемещение более старых отраслей промышленности в регионы с более низкой заработной платой, рост военных расходов, оправдываемых не столько действительно военными потребностями, сколько созданием противоциклического спроса, падение реальной заработной платы в официальной экономике, рост теневой экономики, сокращение производства дешевых продуктов, питание, усиление незаконности межсональной миграции. Далее он делает небольшой футуропрогноз и говорит, что в ближайшие 5-10 лет мы бы вступили в новую фазу а Кондратевского цикла, который бы был основан на процессе монополизации ведущих производств, которые сконцентрированы в новых центрах. Наиболее очевидным из этих центров является Япония, вторым — Западная Европа, а третьим — Соединённые Штаты. Не исключено, что этот третий может оказаться наиболее слабым. Наряду с этим мы стали бы свидетелями начала нового процесса борьбы за господство. По мере ослабления позиций США, чтобы началась новая борьба за господство, надо позиции США снизить, медленно, но верно начали бы заявлять о своих претензиях два их потенциальных переемника. В нынешней ситуации ими могли бы стать только Япония и Европейское сообщество, Евросоюз. Следуя аналогии двух предшествующих переходов такого рода наследия, Англии, которая боролась Франция за голландское наследие, и США, которые боролись с Германией за наследие Великобритании, теоретически мы могли бы рассчитывать на то, что не сразу, но на протяжении последующих 50-75 лет морская и воздушная держава Япония превратила бы ранее господствующую державу Соединённых Штатов в младшего партнёра и вступила бы в борьбу с наземной державой и Европейским Союзом. Их соперничество закончилось бы 30-летней мировой войной и вероятной победой Японии. То есть вот эта гегемония всё равно приводит к войну, потому что дальше уже расти некуда, ты набрал этот капитал, и две страны стали гигантами, титанами, и эта титаническая сила куда-то надо распределять, поэтому она начинает распределяться, куда-то даются донации в другие страны, понятно, из-за взаимовыгодного интереса, но уже просто аккумулировать в самом себе это невозможно, потому что надо распределить, иначе сама страна взорвётся. И он разделяет значит так, а ближайшие годы 25-20 лет, б, и в период следующий за ним. Возвращается в Алинастане в 90-м. Типичным примером такого паралича явился ответ мира на военные действия, которые вспыхнули после крушения Югославии. Такое положение вещей является нормальным, оно вполне укладывается в предсказуемые парадигмы действий капиталистической мироэкономики. Потом, как правило, наступает период восстановления. После того, как балласт сброшен, потому что страна накопила слишком много и не может унести, разбросал этот балласт, сокращено потребление предметов роскоши и в то же время усилено внимание к экологическим проблемам и покончено с тем, что мешало эффективной работе, будь то система влада, протекционизма и искусственное раздувание штатов или бюрократические препоны, в условиях воздержанности и умедленности должен наступить новый динамический подъём новых ведущих монополизированных отраслей промышленности и заново сложится новый контингент мировых потребителей, за счёт которых должен увеличиться платежеспособный спрос, обновлённое развитие мироэкономики должно будет её повести к новой эпохе процветания. Должна быть убедительность. И это есть функция власти. Власть, о которой мы говорим, представляет собой прежде всего власть экономическую, хотя она опирается на власть государственную. Конечно, вот этот процесс образует замкнутый цикл. Небольшая власть ведёт к небольшой убедительности, которая, в свою очередь, порождает ещё дополнительную власть, ну и так далее. Важную роль здесь играет вопрос о том, насколько страна сама стремится к лидерству и борется за него. В какой-то момент порой бывает переден, видеокассеты стандарта Бетамакс устареет и появится монополия, производящая кассеты стандарта ВХС. Ну а после ВХС все стало цифровым. С точки зрения экономических центров власти при определении степени важности остальных государств необходимо принимать во внимание три ключевых фактора. Значение их промышленности для операций в ключевых производственных направлениях, значение отдельных стран для поддержания соответствующего платилоспособного спроса на товары наиболее прибыльных отраслей производства, важность отдельных стран в плане стратегических параметров, военное положение или власть в мире, основные источники сырья и так далее. Он снова возвращается к вот этой борьбе, разрыву, которая существует между севером и югом в аспекте экономическом. Если в 45-м тире 67-м 73-м югу еще перепадали какие-то крохи, прибыли от развития мира экономики, то в 2000-м тире 2025-м забегаемый период, он пишет, может случиться так, что даже таких крох им не достанется. Действительно, нынешнее отсутствие инвестиций фазы б кондратистового цикла большинство регионов юга скорее продолжится, чем возобновиться с наступлением фазы а. Между тем, потребности юга не сократятся, а возрастут. Как бы то ни было, представление просветания центральных регионов мира и о степени разрыва между севером и югом сегодня значительно более отчетливо, чем 50 лет тому назад. Третье отличие связано с демографией, но это то, что сейчас все испытывают в Украине. В настоящее время численность населения мира развивается по той же самой парадигме, которая существует уже на протяжении приблизительно двух столетий. С одной стороны, масштаба всего мира увеличивается. Это происходит в связи с тем, что у более бедных 5-6-х мирового населения снижается уровень смертности по технологическим причинам, а уровень в такой же пропорции не снижается из-за отсутствия достаточных социально-экономических стимулов. И вот такая ситуация привела к демографическому разрыву, который сопоставим или даже превосходит экономический разрыв между севером и югом. В результате можно ожидать усиления позиций защитников миграции с юга на север. Стремление к такого рода миграции будет вполне очевидно не только со стороны тех, кто готов к низкооплачиваемой работе в больших городах, но в еще большей степени со стороны значительно возросшего числа образованных людей в странах юга. И нынешняя фаза Б Кондратьевского цикла вселяет вполне обоснованные сомнения относительно конкурентоспособности финансовых нагрузок государства. Эти сомнения не уменьшаются, наоборот, они будут возрастать в ходе развития фазы А цикла, когда возникнут два острого между собой конкурирующих полюса развития. В этой ситуации можно ожидать постоянной тенденции к абсолютному и относительному снижению численности средних производств, включая отрасли и сферу услуг. Наряду с этим будет продолжаться нынешняя тенденция к сокращению государственных бюджетов, которая в конечном итоге принесет самую большую угрозу средним своем населению. В пятом отличие оно будет касаться ограничений экологического характера. В этой ситуации возможен один из трех исходов. Либо дальнейшее развитие будет заторможено вследствие чего произойдет политическое крушение миросистемы, либо экологическая база будет истощена в большей степени, чем это физически допустимо для Земли, что будет чревато такими катастрофами, как глобальное потепление. Либо, чтобы этого не допустить, необходимо будет серьезно отнестись к уплате высокой социальной цены, которой будут восстановления экологии и ограничения природопользования. Если будет избран третий путь, путь коллективной ответственности, в краткосрочном плане, являющийся наименее разрушительным, сразу возникнут ограничения, которые налагаются на функционирование миросистемы. Либо восстановление природы должно будет произойти за счет юга, что еще более усилит неравенство между севером и югом. Но шестое отличие будет состоять в том, что основные тенденции развития миросистемы будут характеризоваться стремлением к двум асимптомам. Географической экспансии, то бишь расширению, и снижению доли сельского населения. И все будут уходить люди. Ну, мы сейчас видим, что происходит в Луганской, Донецкой областях. Это просто вышенная земля. Оттуда уже ушли люди давным-давно. Капиталистическая мирэкономика теоретически достигла к 1990 году такого уровня развития, который позволял включить в нее весь земной шар. Тем не менее, это прежде всего относилось к междугосударственной системе. Седьмое различие. Между наступающей фазой анцикла по Кондратьеву и предстоящей предыдущей состоит в том, что теперь придется принимать в расчет социальную структуру и политический климат стран Юга. переезд с 2000 по 25-й годы не только не будут происходить процессы деклонизации, которые раньше были в центре внимания этой номенклатуры, внушая ей оптимизм, но ее экономическое положение почти наверняка будет ухудшаться по причинам, о которых говорилось выше концентрация внимания на Китае, России, увеличение в странах Юга, численности самой номенклатуры, отмечаемая во всем мире стремление экономически ослабить позиции средних классов. Отдельным представителям номенклатуры Юга, возможно, удастся избежать такого ухудшения своего положения, то есть эмигрировать в насилие. Восьмое и последнее самосерьезное различие между прошлым и будущей фазой А. Кондратьевского цикла носит чисто политический характер. Рост демократизации и упадок либерализма. Нельзя забывать о том, что демократия и либерализм это не понятие близнецы, скорее эти понятия противоположные. Либерализм возник как средство для противостояния демократии и своим возникновением он обязан стремлению обуздать опасные классы сначала в ведущих странах, а потом в рамках мира системы в целом. А лейтмотивом либерального государства на национальном масштабе, либеральной государственной системы во всемирном является апологетика разумного реформизма, который направляется в первую очередь к государству. Формула либерального государства, которая разработана в странах-центрах в 19-м столетии, это всеобщее избирательное право и государство благосостояние. Оно работало просто замечательно. Что произошло в 20-м? Эта формула также была применена к межгосударственной системе в форме лозунгов самоопределения наций и экономического развития развивающих стран. Но, однако, в силу невозможности создания государства всеобщего благосостояния во всемирном масштабе, за что, в частности, радовала комиссия Брандта, применение этой формулы дало осечку. Что помешало? Не затрагивался основополагающий процесс накопления капитала на основе капитала, и без этого просто это поплатить невозможно. Наряду с этим постоянно нарастало стремление к демократизации. И вот демократия противостоит власти и авторитаризму. И она воплощает собой стремление к равному влиянию на политический процесс на всех уровнях и к равному участию в системе социально-экономического вознаграждения. Что является главным сдерживающим фактором этих стремлений? Это либерализм. Он обещал неиспешное, постепенное улучшение путем проведения зонных реформ. И вместо того, что выдвигала демократия свои требования равенства, а либерализм сейчас предлагает какие-то надежды на будущее. Далее снова небольшой культуропрогноз на 2000-2025 годах. Он говорит, что наступает следующая фаза АКонтратевского цикла. Мне представляется, что мир, стабильность и законность будут в эти годы дефицитом. В результате воцарится хаос, который явится ничем иным, как расширением амплитуды обычных колебаний систем с кумулятивным эффектом. Я полагаю, что произойдет целый ряд событий, ни одно из которых не станет явлением парадокса. Отличием может быть неспособность к ограничению их напора с тем, чтобы заново восстановить некое равновесие системы. Межгосударственная система на протяжении нескольких сотен лет также становилась более упорядочной и регулируемой от свистальской системы через Священный Союз до ООН и входящих в нее государств. И существовало негласное мнение о том, что мы облегчаем свое положение, двигаясь в направлении создания функционального всемирного правительства. Призывая гуманитарные интервенции в XXI веке могут рассматриваться как простая разновидность империалистической политики Запада XIX столетия, которая также искала себе оправдание цивилизаторской миссии, и многочисленных отделений от формально всеобщих структур, следуя направлению, предложенному Северной Кореей по отношению от МАГАТЭ. Вот станем ли мы свидетелями создания организации, которые будут соперничать? Конечно, он говорит, нельзя такое спрасывать за счетом. Государственная система, она будет становиться все менее эффективной. Кому станут обращаться люди за защитой? Ну, к тем самым группам, о которых мы говорили ранее. И эти группы могут стать самыми разными этническими, религиозными, языковыми, они могут строиться по признакам пола или сексуальной ориентации, обучать в себя разного пола меньшинства. Ну, в общем, самые разные параметры. Ничего нового как будто. А, ну что уже нового всё равно? Новое здесь заключается в той степени, в которой эти группы будут восприниматься как альтернативная сила для граждан, как альтернативная власть, куда граждане могут вовлекаться и сюда, и через государство, и которое по своему определению включает в себя многочисленные группы, даже если они не равны по значению. Главная проблема здесь заключается в доверии. Кому мы будем верить в беспорядочном мире? В мире колоссальной экономической неопределённости и огромного неравенства. В мире, где будущее совсем не гарантировано. Вчера большинство людей верило в государство. Именно этим определяется понятие законности, что оно регулирует. И даже если люди не верили существующим государствам, они хранили веру, по крайней мере, в те государства, которые, как ожидалось, должны были возникнуть в результате реформ в ближайшем будущем. И понятие государства связано с расширением и развитием. Понятие группы — это ассоциация с защитой и страхом. Эти же самые группы одновременно являются продуктом демократизации. Они возникают в связи с ощущением того, что государства оказались несостоятельными, поскольку либеральные реформы были иллюзией, так как универсальность государств на практике выражалась в забвении многих представителей низших слоёв населения или репрессиями, которые проводились против них. Поэтому группы возникли не только из-за того, что страх усиливался и люди разочаровывались, но в связи с тем, то возрастало эголитарное сознание, играющее чрезвычайно важную роль в их сплочении. Эголитарное, то бишь равное, эголите, которое переводится как равенство. Гойное будет происходить между югами и северными. Но как нам уменьшить? Это будет производной вот этого группизма. Кто возьмёт на себя это моральное право или осмелится на военное вмешательство с целью ослабления этих противоречий? После завершения периода бифургации, вот это расхождение этой реки на два рукава, скажем, в 2050 или 2075 годах мы не будем больше жить в условиях капиталистической мироэкономики. Вот вам футуропрогноз Валерий Стаймин. Вместо этого мы будем развиваться в рамках нового порядка или порядка в некой новой исторической системе или системе. И потому, возможно, снова воцарится относительный мир, стабильность и законность. Но будет ли этот мир стабильность и законность лучше тех, которых мы знали раньше, или они будут хуже? Я вопрошаю. Валерий Стаймин. В связи с этим на что надеются Африки, на что надеются миру, становление триумфа либеральной идеологии, три идеологии или одна, псевдобаталий, современности, об этом мы поговорим в следующий раз. Здесь он переходит к идеологии и начинает говорить о мировоззрении и идеологии, о чем они отличаются, предмет идеологии, идеология и государства, и сколько вообще существует идеологии, как можно выйти за их пределы. В общем, об этом всё мы будем с вами говорить в следующий раз. Я надеюсь, сегодня тоже было для вас полезно. С вами была Алина Романова. До свидания. И сейчас услышимся. Продолжение следует...